АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это когда я был вашем возрасте, конечно. Вот. Тем более что. Значит, давайте так. Выиграем в такую пидженовскую игру. Кто сегодня со мной встречается в первый раз? Не вообще, а именно здесь? Есть такие люди? Есть. Все таки есть. Все таки есть. Спасибо, я спасибо. Я вот почему это говорю. Потому что я боюсь это повторяться обычно, и, ну, прежде всего, я хочу представить своего соседа и, так сказать, соавтора замечательного гитариста и художественного руководителя Центра авторов песен в Москве Лизаи Николаевича Костромина, подробно вашу литературу, акцентка первого, акцентка не первого. Во-вторых, мне хотелось бы все-таки, понимаете, я на старости лет, сейчас уже виноват в последний рубеж для юбилеев, я понял вдруг, что надо думать о том, что у тебя остается, уже пора вообще не забрать, что думаешь, но раньше думаешь о другом. Понимаете, а тут и выяснилось, что я сам с большим интересом начал пересматривать свои фильмы, перечитывать свои книги. Что касается книг, это, по-моему, единственное место, где можно пить любые мои книги, вот и вот. А что касается фильмов, то я вот в каждом своем вечере теперь решил показывать по одной серии из вот этого огромного сериада «Отланты держат небо», который, собственно, был снят по книге воспоминаний и отображает, значит, всю мою жизнь от самого начала, то есть от далеко от 1933 года до позапрошлого года. Если кто не знает, то это, значит, огромная работа большого авторского коллектива, когда мы взяли шесть лет, который снимался, значит, и в родном Ленинграде, и в Москве, и в Белоруссии, где фашисты уничтожили всех моих предков в 1941 году. И, значит, во Франции, Германии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Австралии, Новой Зеландии, всюду куда-то относило русских эмигрантов, и где жили русские поэты. Это фильм не о себе любимом, а о эпохе, в которой я жил, и о людях, с которыми мне довелось вместе жить, работать, и которых уже практически на свете сейчас, за редким исключением, нет. Вот, в частности, я вам покажу сегодня серию «Парусах Розенштейна», посвященную моим морским плаваниям. Тут серии разные, понимаете, что-то я показывал. Есть серии, связанные с блокадой. Там, мне гораздо интересуют войну, как-то не хочется. Вот такой хороший, теплый день, говорить о войне и блокаде. Хотя блокадник. Есть серия, посвященная Сталинскому ГУЛАГу, на материи, где есть неприятные кадры Сталинского ГУЛАГа. И вот все с этим связано, с лагерями на Крайном Севере. Есть очень веселая серия о моем романе, когда 38 лет назад в Новой Зеландии с одной новозеландской дамой. Вот, но это тоже вы видели, поэтому раз я прочел про голосование, раз люди увидели, уже второй раз про этот роман ничего что-то показывают. И я хочу сегодня показать серию «Парусах Розенштейна». Что это, есть одна деталь. Вчера я получил электронную почту с фотографией. Из Мурманской арктической биофизической экспедиции. Спущен на воду новый кораблик, физически современный, который был очень названием «Николай Трубячинский». Николай Трубячинский – это мой первый городской начальник, Николай Трубячинский, умерший 6 лет назад от третьего инфаркта в Израиле, в котором посвящена моя песня. И мы будем его петь, она из фильма. Трагическая судьба этого человека, потомственного моряка российского, женившегося на еврейской жиле, которая была очень энергичной, как и полагается, и будучи еврейкой, она его вывезла в Израиле, где умер от третьего инфаркта. И у меня есть некрасная песня, им посвященная. Там обсуждается проблема иммиграции, общения. Вот, значит, фильм вот мы посмотрим. Для начала я все-таки спою две песни, значит, посмотрим фильм, а потом мы продолжим наше с вами общение, для тех, кто первый раз. Здесь никогда не вводят программы этого концерта. Это концерт по заявкам с самого начала. Значит, я начал уже не спою две песенки, а в принципе, вот, для записок, может туда посылаться заявки, и мы, по мере своих слабых возможностей, в течение двух часов нам отпущены, будем все ваши заявки исполнять без исключения, да? А сейчас я хочу сказать, что для самых старых песен, в том, что для самых новых. Достаточно тепло, чтобы вспомнить, она на моих первых песен. Да, это рекомендуется подпевать, особенно в Яновиде, значит, то, что вы знаете. 68-й год. Тихо по ветрам шуршит снегополь, Сучья трещат на огне. Найти часы, когда все еще спят, Что вспоминается в лес. Едва далекого просит, Давние письма домой. Царские чехолочные сосы, Быстро смеясь розет, Долгое полярное зимой. Снег, 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 Снег на парах и дружится, Вот и качается наш правый ночлег. Снег, 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 Тихо на тонком ложится, На берегах залезающих лет, Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной Бьется веселый снежок, В стыке приснится Цвета за мной, Ляжет души в кривах. Сгромнул задумчивый хиней Господь, святую глядь, И над бульварами в длине, По ленградскому синий, Вечер спустил все опять. Снег, 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 Снег с ракошком кружится, А он не коснется твоих ссор, Но вот и крем. Снег, 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 Что тебе, милый, вознился, Над тишиной замерзающей снег? Снег, 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 Долго ли сердце поет с берегу, Ветер поет на пути. Через туманы, морозы, кругу Мне на тебя не дать. Вспомни, железный взрослый мяца Наших стоянок огни. В тумане пешком, как придется, Письма к тебе берется, Даже в небезные дни. Снег, 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 Снег над тарькою кружится, Вьюга заносит следы Наши сгонят. Снег, 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 Пусть вы мечтает снегца, За эти солнца морзарный грант, За мороженый день. Спасибо. В этом фильме есть уникальные кадры Кинохроники, 34 серии, По полчаса каждую. Стоит, я думаю, Достаточно дорого, 100 долларов, Но в пересчете на отдельный диск, На отдельный фильм, Раздуши, Как все остальное. Здесь 250 мексиковых песен, Вся моя жизнь в одном флагане. И кое-что другое. Значит, Ну, а прежде чем приступить К какой-то показа одной из серий этого фильма, Я хочу сказать, Что сегодня довольно грустный день. 13 лет назад Погибла атомная лодка Курс. В моем родном гранте Седутравное мероприятие На Серафимовском кладбище. Если можно, С вашего позволения. Я споел. Спасибо. Можно и остаться. Давайте подняем. Ваши госпитальнисты. Спасибо. Спасибо. Прошу садиться. Садь на 35-м. Я 15 раз погружаюсь на разные глубины Подводного аппарата. К сожалению, Сишкин хорошо. Знаю все это. В памяти Подводной лодки Курска. Наша держава Обсудно сбивается с кульцами, Приходящие, Как прежде, Тревожили их. Вечный покой Морякам, Затонавшего Курска. Вечный позор Над миром покинувшим их. Вечный покой Морякам, Затонавшего Курска. Вечный позор Над миром покинувшим их. Дым от разрывов Расходятся в небе Морозном. Сограбы и имут Лишь те, Кого нету в живых. Вечная память Солдатам, Убитым, Подгрозным. Вечный позор Над миром Генералом Подставившим их. Вечная память Солдатам, Убитым, Подгрозным. Вечный позор Генералом Подставившим их. Вспомнили Жить Меж собой Мучительно Славись. Вспомнить о том, Что такое Свобода и честь. Не поделён На подонково Тративших совесть И на людей, У которых Она ещё есть. Не поделён На подонково Тративших совесть И на людей, У которых Она ещё есть. Мой барабан Ударит В усталые уши. Строн гитары Сердцам Позовут за собой. Мой продолжается Вновь Наводи На слушай Самый последний И самый Решительный новый. Мой продолжается Снова За юной душой. Самый последний И самый Решительный новый. Наша держава Как сутно Сбивается с курсом. Яна, приходящий, Как прежде Тревоженный лих. Вечный покой Морикам Затонувшим Курска Вечный позор Над мирам Покинувшим Их. Вечный покой Морикам Затонувшим Курска Вечный позор Над мирам Покинувшим Их. Спасибо. А сейчас Давайте Пословно-родную Серию Одну лица Жизнерадостных сил Она на первом плавании И на первом корабле Подразумевается Как называется Песня Там есть и песни В этом Фильме Что хотите Она идет 26 минут Пороца Крознштяна Таких серий 34 Одна же похожа на другую Как и все события В моей жизни Значит Я это посмотрю Потом А сейчас В первом отделении Мы хотели бы отметить Еще одно событие Которое сегодня Мы отмечаем Я имею в виду Россию День военно-воздушных сил Правда И Значит Поскольку жизнь Моя была связана Ну не совсем С военной авиацией Слово С военной авиацией Не столько российской Сколько немецкая Она была связана Потому что У меня три года Бомбили Время 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 Но Тем не менее Тем не менее Мне хотелось бы Вспомнить С чего все Начиналось В прошлом году Меня пригласили В мой родной Питер На комендантский Аэродром На выбородской стороне В Закордат В дорогом 2012 Проводились первые Испытания Русских летательных Аппаратов И был такой Значит Василий Удочный Человек безумный Он ломился В Зимний дворец В Царю И вот Они пустили Вчера Я знал Поэтому Из-за Москвы Вообще Он был Ботоциклиц Мотогонщик Безумный человек Дикой храбрости Может Я не пойду И он был Одним из первых Славных Российских пилотов И были Эти первые Илья Мурубес Русский Витяз Неуклюжие Илья Планы Которые Кстати У меня В первой серии Фильма Показаны Первые Там есть Удивительная Хроника 1912 года Когда эти Фарбаны И другие Летают И наши Постройки И казалось И такие Как летающие Атажерки Но что От них Можно И никто Не думал Что можно Ожидать От авиации Хорошего Главное Что Ожидать Плохого Под Питером Есть такое место Станция электрички Возобновляет Название Высокоплавленный парк Там тоже Проявились Испытания Этих самолетов Именно поэтому Песня моя Позвещенная Первым русским Пилотам И началу Российской авиации Так и называется Высокоплавленный парк Петербург Петербургский житель Такой веселый И житель Который Возгонит События В предместе Зачем-то леса Там зонтики Белую Пеню Мальчишки И недестепенные Звенят Палашами Военные Оркестр Играет Вальсам А летчик Отчаянной Будочки Шоферские Вам Не доточни Но что За нервные Шуточки Скользить По воздушной Строе Так И уж Вам Обязательно Чтоб Ставшие В празднику Затем Лазели На вас Обыватели Роняя Свои Градья На Лярском Тесном Облоченной Званованной И Озолоченной Тесняться Купцы И В рабочие И Каждый Без памяти Рад Увидеть Как в небе Над городом В пространстве Находного Хорода По звуке Нестроенного Хорода Нелепых Парит Аппарат Отогню Плюши Без помощи Как В росте Ветра Веком Еще А Пространство Винтопыща Несется Над головой Докарат Забавой Кстати За Успен Вы Радуйтесь Матери Поскольку Весь Мат Занимателен Сей Продичной Трех Церковой Куда Петербургские Жители Такой Веселой Бежит Зимой Не Селит Свет И Стремители Уверен На Сан Заян Свод Неба По Пустили Сверх Еще Достив Кэш Первый Рубеж Еще Незавтра Неба Бубежище Отроют У вас Во дворе Неба Пустыня Сверх Еще Достив Кэш Первый Рубеж Еще Незавтра Неба Бубежище Отроют У вас Во дворе Кэш 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 Ну и возвращение в юность 57-й год Первые опыты полета на самолет Есть у меня книга Воспоминания Не знаю Столстая Она еще В продаже Легенд Последнее Издание Было Вот сейчас В этом году Толстая Книга Атланта Держит Деба Моя Кругосветная Жизнь Держит 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 Размер Вот 58-й год Я впервые Пообщался С самолетом Это такая Грустная История Она подробно Написана в книжке Фильм Это Столбе Танец Другой Потом Мне Добилось 5 лет Работать С летчиком Полярной Авиации Занимаюсь Аэромагнитной Съемкой И рекординационной Съемкой Северного Детого Океана И у меня Даже где-то Фотография Так Я не нашел В книжке Опубликовать Когда мы Стоим На льдине Довольно Унылое Состояние Из льда Из льдины Торчит хвост Самолет Разрешит 5 секунд Удет на дно То есть Мы выйдем Из пилоскере Потому что Когда самолет Там Было Право Первой Посадки Они Очень Пьяные Летали Они Опытные Ребята Значит Надо было Садиться В определенных Точках На лед И там Проводить Герометрические Измерения И в общем-то И черные Разводят Значит Я провалившись Если нет Где можно И посадить Тяжелую машину Мы выскакиваем Там 5 минут Мы делаем Обратный Самолет И летим До следующего Ну и в общем Не всегда Можно было Это угадать И когда Ножка Провалилась То Лыжи Провалились А на плоскостях Она еще 5 минут Повисела И мы Сверли Выйти Убирать Аппаратуру А потом Естественно Вот Я все Не вспомню О полетных Летчиках Мне не Это удивительные Совершенные люди Зачем Благодаря Ищи раз А сейчас Этим Еще Не Зано Вот В этом Посвящена Песня Написана Леком В 59 Году В Тураканске Где Это была Наша База Кожаные Глубки Прошлые Глубки Ятко Сыновешено Минское Окно Продится Ангарами Северная Вьюга В маленькой Вескинется Дождь И темна Продится Ангарами Северная Вьюга В маленькой Вескинется Дождь И темна Командир Зачем Северная Вескинется Северная 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 Вескинется Выпитая Вескинется Северная Вескинется Валентина Вескинется Валентича Вескинется 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 И я просто Начинаю От этой песни Потому что Над моим возрастом Начали уже Откровенно Все потешаться Началось все С Игоря Михалева Когда еще На 70-летнем По-моему Игре То есть Десять лет назад Мне казалось Чудовичную Пародию Где отражаются Мои жалкие Старческие Так сказать Недомогания А сами понимаете Что на 10 последних лет Лучше места Поэтому я С особым чувством Пою Эту Вокносную На меня Пародию Кожаные брюки Норошеная Вода Ничего Не видно В этой В темноте Погодили много Юная Подруга Руки Трясутся И глаза Не те Командир Со штурмом Ведь Превупреждает И хирург Нашел Кто Не пуская Кровь Нынче Это самое Получится И дворе Выбитых Лягом Не наполнить Вновь Кожаные Брюки Вновь На старом Мессе И в стакане Челюсть Бьется Краня Ты чего Престала Школьница Невеста Отойди От дедушки Милая Моя Аплодисменты 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 Да Ну да Да Ну как писал Мой друг Игорь Гаверман Любовная жизнь Я плотев Я погасил Свою жировнюю Сейчас смотрю На нежных землях А для чего Уже не помню Ну а правда Я в надежу еще и написал Нет Не буду Я написал Зря девки Это у меня тоже все равно Семья По-твою Семья Зря девки Не глядят на стариков И ласка Не желают уважать Мальчишка Переспал И был таков Останет И не в силах Убежать Давно Николевского На третью внучку Витрария Вышла замуж Моя любимая Рахи Значит Он написал Для меня Обнадеживающую Эпиграмму Это было Позапрошлым Воду Еще бы не в полной Отключке И нам опасение Лесное Что как бы До свадьбы В ночь Не трахнусь Подругу невесту Это мне нравится Больше А мой друг Юрий Александрович Кирин Ножделян Нерусский Барт На мой юбилей Написал Гнусственную пародию На меня Когда мы с ним Вместе пели Она есть в Ютьюбе Нас с ним Называют Патриархи Авторской песни Он написал Такую замечательную Песню Мы патриархи Но патриархи Посадь бы нас По адресу Мы не до мерки И перестарки Что видно По По адресу Мы не до мерки И перестарки Что видно По адресу Там где-то Патриархи Гуляет Лихо С каким-нибудь Молодчика А у нас Камни Гуляет Тихо По нашим Мальчам Точные Камни А у нас Камни Гуляет Тихо По нашим Мальчам Точные Камни У вас Багамы Зимой И летом Детишки В штатах Учатся Адаптативы До туалета А дальше Как получится Адаптативы До туалета А дальше Как получится Может Может И зуба По рту Не видно Может Нога Волочится И признаваться Нам как-то Стыдно Что Умирать Не хочется И признаваться Нам как-то Стыдно Что Умирать Не хочется Адаптативы Мальчам Точные Адаптативы Стыдно Адаптативы От оптимистической Ноте Сделаем Перерывы Адаптативы Диски Книжки Фильмы но все вот там, не преддам никак называется, в хоре. Вот, значит, пожалуйста, дальше пойдет концерт позовем. Спасибо. Спасибо.